Всех приветствую на своем канале. Давайте посмотрим действия мужчины, поведение его в ближайшее время по отношению к вам. Мужчины, конечно, могут смотреть данный расклад, переворачивая ситуацию на себя, но также, если нужно, мужчины, пишите в комментариях, нужно ли делать специальный расклад на девушку, потому что, ну, сейчас, честно говоря, не отслеживаю количество соотношений полов на канале. Просто дайте знать, имеет ли смысл это делать, интересно или нет. Если нужно, сделаем расклад на женщину, на девушку. А так все про мужчин, да про мужчину. Итак, действия мужчины или его поведения по отношению к вам в ближайшее время. Так. Надо нам увидеть все руны, перевернувшиеся к нам лицом, не особо меняя положение. Вот очень интересно, сразу выпали рядом руны мужская, к сожалению, перевернутая вниз, что сразу говорит не очень об активных действиях. Ну, скорее всего, их не будет, но мы тут будем смотреть причины. И рядом женская руна. И они, как-то, знаете, друг от друга, ну, отвернуты по разные стороны. Поэтому, наверное, действий-то особо не следует ожидать. Но если вас расстроило, то, ну, не знаю, что сказать. Смотрю расклад, как есть, по-честному. И мы тогда будем, наверное, смотреть причины. И вот тут более отдаленное будущее посмотрим. Вот если бы, ну, вот замечательно, вот редко так бывает, что руны прямо вместе легли. Вот так вот было бы, было бы замечательно. Но тут вот, видите, они как вот так вот, прямо вот в разные стороны, как будто друг от друга отвернулись. Но при этом рядом стоят. Это, знаете, когда сидят в одной комнате, обиделись друг на друга и не разговаривают. Вот здесь на это похоже. Ну, кстати говоря, вполне себе можно смотреть расклады для женщин и для мужчин. Потому что женская руна выпала. Можно прямо как расклад на пару смотреть. И в отношении женщины, и ее глазами с ее стороны, так и со стороны мужчины можно смотреть. Поэтому давайте так. Но вот женщина сейчас активно занимается тем, что она пересматривает свое отношение к этому мужчине. К этой ситуации. Ну и, повторюсь, да, к этим отношениям. Пересматривает свое отношение к этим отношениям. Вот так вот. Да? Так. Опять вот, смотрите, коса рядом с мужчиной. Это обида. Недавно выходил второй расклад, где мужчина обижен. И считает несправедливым отношение женщины. Поэтому он от нее отвернут. Вот весы коса и луна, страхи, переживания. Может быть, даже боль рядом с косой. Несправедливо поступила она. Вот так вот считает он. Поэтому и отвернулся. Ну а женщина что? Она может здесь, знаете, в таком ключе и свое поведение пересматривать, переоценивать. Так и вообще, ну... Здесь, знаете, все-таки руны... Это не Таро. Они так подробно не ответят, но... Сейчас вот, думаю, просто сопоставляю. Дальше выпадает руна солнца, руна звезды. Вот... Все равно значимость друг для друга сохраняется. Я почему так долго задумалась? Потому что... Ведь пересмотр со стороны женщины, это вообще может быть... Знаете, как пересмотр, а нужен он мне? Пойду-ка я. Ну там сидит он и сидит. Но нет. Руна солнца. Это теплые отношения между... Ну как теплые? Поссорились и теплые. Но все равно друг другу нужны. То есть вот что я хочу сказать. И рядом руна звезды. То есть... Если там у кого-то ссора, разрыв, это не окончательно. Солнце и звезда. А здесь... Это подтверждает. То есть... Это как желание отношений в будущем. Там, да? Отношений на перспективу желания. Ну это вообще желание помириться с обоих сторон. Поэтому здесь женщина может пересматривать свое... В том числе и поведение. Не только там отношений к мужчине, но и свое собственное. Ну то есть думает. Она над этой ситуацией думает, раздумывает. Мужчина пока сидит в обиде. Здесь вот эта руна, похоже на глаз, называется руны Божьего Ока. Ну скажем так, высшие силы я ее называю. Но опять же здесь, знаете, как отсылка, где она так справедливая, да? Где вот она, почему вот она так случилась. Вот здесь вот то, что несправедливо. Вот он постоянно думает, мужчина здесь, что это несправедливо. Вот... Ну сильно, сильно ранен. Вот эту руну, знаете, можно сравнить с тройкой мечей, как эта рана. А луна, ну луна есть луна. Переживания из-за нанесенной обиды, из-за ссоры. Ну мужчина здесь намного сильнее переживает вот этот момент, чем женщина. Очень похож на вот расклад. Вот тот второй, я тоже ссылку оставлю, если не забуду. На то видео, может, кому-то будет интересно. Прямо практически то же самое выпало. Так, что здесь еще можно сказать? Вот. Ну знаете, что здесь можно сказать еще? Вот эти три руны особняком лежат. Опять, если отношения важны и нужны, нельзя вот это пускать все на самотек. Нужно здесь идти друг другу навстречу. Как бы не было, знаете, как бы гордость там не давила и так далее. То есть, если хочешь мириться, иди мирись. И не важно, кто первый, мужчина это или женщина. Ну здесь вот, если женщина считает для себя возможной, и если она принимает то, что она могла нанести обиду, можно сказать, чтобы и она сделала первый шаг. Но не все на это, конечно, пойдут. Но все-таки здесь, как бы с позиции высших сил все-таки, да, ну, относительно объективно смотрим, да, потому что я тоже трактую. Нельзя сказать, что на сто процентов объективно. Но все-таки здесь, если отдастся на волю случая плыть по волнам судьбы, то все это вообще приведет к неконтролируемому хаосу. Это помешает вашей гармонии. Вот эта звезда шестиконечная, это не только всем известный символ, ну, скажем так, в основном его значении. Это еще и символ гармонии, соединения двух треугольников, двух противоположностей. То есть, если вы пустите дело на самотек, или вот как мужчина здесь отдаст все в руки высших сил, пусть оно как будет, так и будет, скажем так, если мужчине приходит мысль, нет, мириться я к ней не пойду, она сама меня обидела, то, ну, скажем так, это может очень плохо повлиять на ваши отношения и усугубить их, скажем так, пока тут про разрыв не скажу. Но это вот эта руна хаоса, которая может быть внесена в эти отношения гармоничные тоже. То есть, если пустить все на самотек, если оба друг от друга будут ожидать шагов и ничего сами не предпринимать, то все может стать еще гораздо хуже. В принципе, перспективы на перемирие, на развитие отношений есть здесь хорошие. Но здесь вот дело, ну, наверное, в гордости, опять же. Что-то еще хотела сказать. Опять же, нельзя ни в коем случае включаться в игры вот эта руна, ну, дьявола, можно сказать, да, перевернутая звезда. Здесь их две звезды, но вот это называется руна хаоса. Вот если включаться в манипулятивные игры, когда демонстрируется поведение, несоответствующее реальным чувствам, мыслям, то есть я вот ей покажу, что я в ней не нуждаюсь. А я вот покажу, что у меня там есть еще кто-то или там наоборот. Вот, да, вот если включаться в такие игры, то, опять же, по руне хаоса может это все еще хуже стать в ваших отношениях. А по руне солнца говорят, что вы все-таки еще друг другу нужны. И вот я говорю, вы рядом, но вы с спинами друг друга повернуты. Поэтому как он будет действовать? Ну, пока в ближайшем у нас же расклад, да, как мы его назвали, а повел нас вот опять в обиду, в ссору гадание привело. Ну, как будет действовать? Никак пока не будет действовать. Надо это все пережить, надо все ему переварить. И вам тоже, девушке, женщине, надо пересмотреть эту всю ситуацию по-другому. Ну, то есть вот, если был конфликт, имело место, надо, ну, смотрите как. Если обижаться, значит, так и будете спинами друг к другу, и будет все еще хуже. Если вы нужны друг другу, по данному раскладу, я еще раз говорю, вы друг другу нужны, значит, нужно идти друг другу навстречу. И не вот это вот то, что он мне позвонил, а я вот не взяла трубку, ну, нужно будет еще раз перезвонить и всякое такое. Ну, перезвонил бы, не увидели, не ответили, перезвоните сами. То есть вот здесь нужно идти навстречу. И тут уже как бы не будет считаться, что это шаг первый вы сделали. Да, это я опять привела пример, какой в голову пришел. То есть здесь нужно идти навстречу. Иначе не играть там в игры, не использовать манипуляции, не сидеть сложа руки. Здесь вот явная склонность к этому есть у мужчины. И об этом весь расклад. Как он будет дальше действовать? Никак сидеть, обижаться будет какое-то время. Ну, мы на ближайшее время смотрим расклад, далее, конечно, будем еще делать расклады на отношения. Спасибо вам за просмотр, пишите ваши комментарии. Всем спасибо, всем до свидания. Спасибо.